здравствуйте уважаемые подписчики не все из вас наверное в курсе моего конфликта со злым дальнобоем поэтому я выпускаю сейчас серию видео где подробно освещаю все аспекты этого дела в этом видео я выкладываю всю переписку с человеком которого мне порекомендовал максим кузнецов он же злой дальнобой для того чтобы этот человек помог мне найти юриста который поможет мне высудить с моего работодателя мою зарплату что из этого вышло смотрите в следующих видео а сейчас я публикую нашу переписку с артуром понятовским чтобы вы могли почитать все сами эта информация пригодится для понимания всей сути нашего конфликта со злым дальнобоем а также подтвердить то как он все мои слова переворачивает с ног на голову выдумывая несуществующие факты и так обратите внимание что первое с чего я начала разговор с артуром понятовским это с того что я прислала ему свой трудовой договор на русском языке он пишет что он не имеет юридической силы но на самом деле трудовой договор у нас в трех экземплярах на русском латышском и на французском языках затем я выслала свой расчетный лист такой какой нам выдают на работе другого у меня нет просто и не бывало никогда так он выглядит там рассчитываются все километры расход солярки и так далее сколько они выплатили сколько еще должны затем он начинает писать про то чтобы я вышла на больничный сославшись на симптомы коронавируса но так как я человек который не умеет урать я знаю что не просто будет очень сложно это сделать и соответственно не стал вообще этим заниматься мне номер неправильный скинул 8303 правильный номер потому что 8383 это такси не сказала девушка по 8303 что-то на латышском там автоответчик говорил-говорил-говорил и потом положил трубку и я так ничего не поняла что надо сделать ему это нужно было для того чтобы он смог позвонить каким-то людям и попытаться договориться с моим работодателем до обращение вообще судебные органы ему нужно было чтобы я потянуло время чтобы меня не уволили при этом соответственно мне нужно было выйти на больничный вот 9 марта я высылаю ему полный договор на латышском языке все прекрасно видно все читаемо вот он мне по-прежнему уговаривает сделать больничный так как я уже езжу на базу и мне предлагают ехать следующий рейс машина уже прошла техосмотр то я соглашаюсь на короткий рейс на неделю а тут начинается вот такая какая-то подковерная игра когда он узнает что мой работодатель депутат артур каким-то образом относится к каким-то партиям к политике я так и не поняла каким образом и он начинает вести какую-то свою подпольную игру именно уже со стороны партийной деятельности и а и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вот обратите внимание, что 11 марта до обеда я ему высылаю все документы в отличном качестве, которые собраны в файлы PDF, а до этого мы с ним вечером говорили, уже практически ночью, о том, что нужно прислать ему документы. Я попыталась скачать программу, но на Android я не нашла программу, которая сканирует и собирает файлы в PDF. Он мне советовал программу, которая только под iPhone. Ну и вот, соответственно, 11.37, вернее, 13.26 я уже высыла ему все документы. Понимаешь, как тут может быть? Он с Латвии даст запрос по Евросоюзу, и тебя сами на первом же считывании номеров тебя уже снимут с трассы и начнут досмотр. Тут нужна консультация, нельзя так с бог-то-боратой все делать. Короче, набираемся терпения, и все идет, все работает, все движется. Просто надо немножко все поочередно делать, чтобы не наломать дров и самим виноватым не остаться. Продолжение следует... Он просит мне взять телефон Дениса, называя его Димой. Но в этот момент я уже собираюсь в рейс, и пришла в офис, Дениса на месте не было, а другие диспетчера его телефон мне, соответственно, не дали. В этот момент, пока я была на базе, пока я там разговаривала в офисе, он мне начинает писать, что я ему должна обозначить какую-то сумму, и за какое время. Я ему в первый день прислала эту расчетку, в которой все написано. Он пишет, что должен быть акт за подписью директора, но у нас вот такие расчетки. Никаких подписей на них никогда нет. 12 марта я уезжаю в короткий рейс до Италии и обратно. По дороге я узнаю, что мне дают загрузку на Францию. Соответственно, я начинаю паниковать. Мне нужно возвращаться, потому что зарплату мне не выплатили, а меня отправляют в новый длинный рейс. И я начинаю просто требовать возврата на базу. Из-за всех этих переживаний у меня поднимается давление. Я вызываю скорую в Италии и сообщаю диспетчеру о том, что я плохо себя чувствую, мне обязательно нужно вернуться в Латвию. 26 марта я возвращаюсь в Ригу. По дороге я звоню адвокату. Он говорит, что он занят. Потом он уезжает до Угала Пилс и просит перезвонить меня в полнедельник. В следующий раз, когда я до него дозвонилась, он говорит, что, наверное, мне неудобно ездить до Угала Пилса, это далеко. Он тоже нечасто бывает в Риге. И так как у него много работы, он в ней не нуждается, и он рекомендует мне поискать другого юриста. Еще неделя у меня уходит на поиски юриста. Я ознакомлюсь с Анастасией. 7 апреля она пишет заявление в Дарбоинспекцию. А 15 апреля я приезжаю на базу, чтобы взять свой расчетный лист за последний рейс двухнедельный. В результате этих переговоров мне приходится вызвать полицию. Приезжает Анастасия, полиция, и 16 апреля мне выплачивает всю зарплату. Как видите, я обошлась без помощи юриста, которого не рекомендовал Артур. Он обиды на меня за это не держал. Наоборот, радовался за мои успехи. И все было прекрасно. Никто с ним не ругался, ни я с ним, ни он со мной. 28 апреля я провела совместный стрип с Анастасией на тему «Трудовые споры. Куда обращаться?». После этого стрима началось это поливание нас грязью в телеграм-канале «Злого дальнобоя». И мне пришлось выложить скрины этой переписки с Артуром, чтобы подтвердить, что он ничем не смог мне помочь, потому что все боятся связываться с моим боссом. После этого Артур уже начал наезжать на меня. Думаю, не без участия Кузнецова, что я долго не прислала документы. Но вы сами видели, что 11 марта ночью он попросил меня отсканировать все документы, а 11 марта в обед я уже ему их прислала. И заявление «Злого дальнобоя» о том, что я всех кинула, послала куда подальше, также не имеют никакого подтверждения. Вы сами можете все перепроверить. Алло, привет! Привет, звонил, и я не успел подбежать. Вернее, по второй линии я говорил. Ага. Ну, как ты там? Ну, расскажи, что ты там злому про меня рассказал, как я там сливалась. Мне очень интересно услышать твою версию. Я вообще с ним не разговаривал с тех времен, с тех времен, как он попросил о помощи. То есть он сказочник, да? Вот он придумывает, что там ты там, Света слилась, куда-то пропала. Ага, ничего, это вообще, ты шо, ку-ку. Я его не слышал. Это ты не мне говори. С тех времен, когда он мне позвонил, за тебя попросил. Окей. Все, как бы... Ну, это достаточно. А что он там? Я не видел его последний стрим. Чего он там гонит? Ну, там такие наезды, что там подняли, тут уже весь, там, не знаю, как у вас называется, там чуть ли не ЦРУ. А Света сказала, что... Ну, полиция безопасности у нас называется. Ну, да. А Света слилась вообще, сказала, что куда-то потерялась, документы не прислала. Помнишь, ты мне сканы просил, да? Я там тебе сканы... Ну, так ты прислал, я их разослал. Ну, там, действительно, там подняли все, что он к тебе сам домой приехал. Ну, они мне сразу сказали, реакция будет, но не сразу. А с злым я вообще не разговаривал с тех времен, как он только попросил о помощи. Мы собирались сделать какую-то записи, я ему звонил, я не дома, я не дома. Ну, на это меня забил, думаю, ну, не хочешь информации, как хочешь. Ну, я вот там, тому, как действовать, надо, чтобы не кидали бы так вот, как тебя-то, знаешь, и всех остальных. Думаю, запишу, подскажу, ну, как бы, куда обращаться, что распечатки надо делать, не лениться. Ну, тогда шансы возрастают свои деньги. И все, мы так и не записали, ничего не сделали. Не видел и не слышал. Последний стрим я тоже не смотрел. Я переключался между тобой и им. У тебя там стрим не шел, что-то со звуком с видео было, потом туда, потом вообще забросил и заснул. Понятно. А с документами, то есть документы ты получил от меня? Я же тебе отсканировала все документы, ты все получил, я никуда не терялась. Ну, это все не были отношения тем людям, которые должны были заниматься этим. И они этим занимались. И не следовали, и все. Ну, да, да. Ну, только что это не так все быстро делается, знаешь, по щучьему велению пальцем выхлопнули, и все. Конечно. Субтитры сделал DimaTorzok